Добрый вечер, добро пожаловать в наш виртуальный урок «Бейт Исраэль» за все, что происходит с источниками здоровья в Латвии, и так как завтра будет обрезание моего сына, мы не собираемся сегодня физически в синагоге, только онлайн. И сегодняшний урок мы продолжаем нашу схему или линию лекции, которая началась с начала финансового года под имя «Давайте познакомимся». У нас было 13 принципов веры в юдаизме с точки зрения Рамбама, и не только мы говорили о Кабале, мы говорили о волосе в юдаизме из разных точек зрения, для мужчин, для женщин, истрижка, и почему есть кипа на голове, или что-нибудь еще. И сегодня у нас есть введение к молитве. Теперь, на самом деле, я уже читал немало уроков о молитве. Мы говорили о идее молитвы, мы разбирались с разными частями молитвы, но введение к молитве, как будет у нас сегодня, еще никогда не было у нас за последние больше, чем три года, которые я здесь в Юрмале, в нашей общине. И это уникальный урок, который в основном устроен на уроках моего учителя Равку Ришерки. И у него есть невероятная книга, которая называется «Анита Филя. Я. Молитва». И в ней он обсуждает главные идеи молитвы. И сегодняшний урок, я постараюсь взять его введение к этой книге, введение к идее молитвы и разобраться. Теперь, на самом деле, если был идеальный мир, сегодняшний урок я бы разделил, на самом деле, на три отдельные уроки, каждый урок по 45 минут или час. Но мы еще не живем в идеальном мире, мы еще ждем, пока Машея придет. Из этого я постараюсь, посмотрим, как получится, сжать главные идеи в один вечер. И из этого мы начнем с вопросом, что вообще это молитва. Что это молитва? Попробовать в одной фразе суммировать, что такое молитва, ответить на этот вопрос. И оттуда также будем продолжать и говорить, и обсуждать молитвы, идеи молитвы, концепции молитвы, перед кем мы молимся. Кто может молиться? Кому нельзя молиться? Как готовиться к молитве? Что это, на самом деле, молитва? Есть для этого места в наше время в модернный мир или в постмодернический мир? Или уже нет? И это что-то устаревшее? То есть на все эти вопросы мы будем стараться найти ответ уже сегодня. Я надеюсь, что мы сможем это сжать, чтобы сегодняшний урок не был длиннее, чем один час. Давайте посмотрим. Когда мы говорим о молитве, в общем и в целом особенностях мы говорим о людей, о верующих людей, о религиозных людей, о традициональных людей, где мы знаем, что молитва играет большую роль в нашей жизни. В духовном мире даже человек скажет, я не религиозный, я духовный, не важно, как будем это называть. Аспект молитвы существует во всех разных духовных практиках, которые существуют. И именно из-за этого нам важно понять, откуда выросла идея молитвы. Кто был первый, кто начал молиться? На что молитва вообще основана? Почему, чтобы она работала или не работала? Кто против, кто за? И если вообще это принято говорить со Всевышним и сказать ему, мне нужно АБВГД, это правильно делать, это неправильно делать. Почему, чтобы не ответили на мои молитвы, на мои просьбы? Давайте посмотрим. В гениальной книге, которая называется «Бейт Хэллоим», «Дом Бога», который писал очень важный мудрец 16 века, «Равин Йосеф Бар Мошеми Терани» или вкратце «Хамабит», тот, который смотрит, смотрящий. Он говорит так, что это молитва? Молитва – это просьба, которую человек несет перед Всевышним, ради того, чтобы Бог наполнил то, что человеку нужно, то, что не хватает у человека. То, что в жизни человека находится в состоянии недостатка – это есть молитва в Шарат Филлах, в его книге. И если развивать совсем вкратце эту мысль, эту идею, как «Хамабит» суммирует идею молитвы, еще раз, что это молитва? Молитва – это моя просьба перед Всевышним наполнить то, что мне не хватает, то, что у меня отсутствует, то, что на данный момент я хочу и у меня нет. Если мы развиваем эту мысль и смотрим, как мудрецы Тальмуда обращаются к молитве, мы понимаем, что под словом «молитва», когда мудрецы говорят о молитве, это не любая молитва, это не любая просьба, это не любое благословение. Это не большинство, что есть в той книге, которую мы называем «молитвенник». Сама слово «молитва» – это в первую очередь и в основном только то, что мы называем «тфилат амида», молитва, которая делается стоя, то, что можно назвать «индивидуальная молитва», которая также называется «шмунайса» или «молитва из восемнадцати благословений». Для людей, которые молятся, легко наверняка вы знаете эту молитву, это главное, это есть, как сказать, сердце молитвы, но здесь мы видим, что в общем и в целом слово «молитва» у мудрецов указывает только о этих благословениях. Молитва называется «восемнадцать благословений», на самом деле там есть девятнадцать благословений, которые мы читаем три раза в день, утром, днем и вечером. По субботам и праздникам там нету так много благословений. Например, в шаббат есть только семь благословений в этой молитве, но также мы говорим ее три раза в день. В этой молитве, которая называется «амида», это и есть молитва как молитва, все остальное не является молитвой. Скоро мы поймем, что это есть, если это не молитва, все эти благословения и весь этот огромный текст, который есть в молитвеннике, что это есть, если это не молитва. В «амида» что мы делаем? Мы спрашиваем от Всевышней все, что нам необходимо для жизни. Там есть все просьбы. То есть, если будем анализировать эту молитву и дай Бог, в будущем у нас будет шанс, у нас будет отдельный урок или уроки, которые будем разбивать эту молитву и разбираться с каждым из этих благословений, которые там есть. Мы увидим, что в целом мы спрашиваем отворца все, что нам нужно. Как, например, исцеление и как, например, благополучие, благосостояние, изобилие и так далее. Здоровье. Остальные части, которые мы видим в молитвеннике, как, например, когда мы читаем о корбанот, о жертвоприношении. Или, например, те псалмы, которые мы читаем как часть молитвы. То, что мы читаем части истории, как, например, Шма Исраэль. Мы все знаем, что главная молитва или самая мощная молитва в юдаизме Шма Исраэль, а на самом деле Шма Исраэль не является молитвой из точки зрения мудрецов. То есть само слово молитва включает в себя что-то очень определенное. Все остальное, как Шма Исраэль, утреннее благословение, жертвоприношение, псалмы, это все не молитва. Это похвала перед Всевышним, это изучение Торы, это благодать и благодарность перед Богом. Очень-очень важно и еще много всего. Это не молитва. Молитва из точки зрения иудаизма, из точки зрения наших мудрецов, это Тфилат Амида. Это та индивидуальная молитва, которая есть в каждой нашей молитве. Утренняя молитва, дневная и вечерная. И в общем и в целом эта Амида, эта молитва, она разделяется на три. То есть несмотря на то, что до нее мы читаем то, что хвалит Всевышнего, то, что благодарит Творца и разные псалмы и так далее. Сама Амида, первые три ее благословения. Их суть это похвала перед Всевышним. В середине у нас есть 13 благословений, в которых мы спрашиваем что-то для себя. Разные аспекты, которые нам необходимы для жизни. И среди этих благословений тоже есть места, в которых мы можем добавить, кроме слова мудрецов, которые создали для нас молитву, мы можем еще добавить свои слова, свои просьбы, свою мольбу перед Богом. И последние три благословения это уже благодать и благодарность перед Всевышним. Это определенный порядок этой молитвы и это и есть молитва в буквальном смысле. И из этой точки зрения также понимаем, что наша похвала перед Всевышним, наша благодарность Творцу до и после это все служит для того, чтобы мы могли правильно с уважением рассказать Всевышнему, что на самом деле нам не хватает, что нам нужно и что мы хотим, чтобы Всевышний исправил, добавил или наоборот убрал из нашей жизни. Понятно? То есть в итоге мы видим, что действительно то, что Амабид пишет в своей книге в шестнадцатом веке, что молитва это что? Это моя просьба перед Богом, послушай все вышли, мне нужно АБВГД, мне не хватает той или иной вещь. Действительно, как молитва устроена, мы это видим абсолютно так, мы видим это правило. Теперь это в общем в целом сухими словами, что это молитва и ее порядок. Не об этом мы будем говорить сегодня. У нас были уроки о часть этих идей, у нас будут уроки в будущем. Сегодня мы хотим говорить о суть молитвы, что это молитва, перед кем мы молимся, по-настоящему сделать видение к молитве. Давайте посмотрим. После того, что мы поняли само слово «молитва», что оно обозначает и что мы имеем в виду, чтобы не были у нас какие-то ложные представления, дальше можно поднять главный вопрос или сложности, которые есть с концепцией молитвы. Например, человек, который идет и молится, открывает молитвенник, почему-то уверен, что он может говорить напрямую с Богом, со Всевышним, с бесконечным, трансцендентным Всевышним. И не только молиться и говорить с ним, человек, который молится, скорее всего, должен принять или верить в том, что не только что я могу говорить с Богом, я могу еще ему сказать, что делать, я могу командовать. Это то, что я делаю, когда я молюсь, нет? Вы смеетесь, я вижу. Но так кажется, есть какая-то проблема с этой мыслью. То есть это нагло. И выходит, что молитва ведет нас на грань идола поклонства. Подумайте об этом на секундочку. Я говорю с Богом, я говорю ему, что делать. Другими словами, я уверен, что я влияю на Всевышний с помощью моих слов, моих слов и моих молитвы. Это не идола поклонства. Что это верить в одного Бога? В трансцендентный Всевышний, бесконечный. Он бесконечный. Как я могу влиять на Творца? Наоборот, Всевышний влияет на нас. Всевышний влияет и дает нам все наполнение из жизни. Как я могу влиять на бесконечного, на трансцендентного? Понятный вопрос? То есть кажется, если мы честно смотрим на молитву, на идею молитвы, я думаю, что надо задать этот вопрос. Это сложный вопрос или это настоящий вопрос? Можно ли верить, что действительно моя молитва влияет на Творца? Это первый вопрос мой к вам. Второй вопрос или вторая сложность молитвы это перед кем мы молимся? Что вы мне ответите? Наверняка. Мы молимся Богу, Всевышний, Творцу, Бесконечности. Тот, кто сказал и стал мир. Но знаем ли мы, на самом деле, перед кем мы молимся? В Медраж и также в Зор написано, что когда ты молишься, когда ты молишься, знай, перед кем ты стоишь. То есть у тебя есть условия для того, чтобы молитва была принята, для того, чтобы у тебя было разрешение молиться, ты должен знать, перед кем ты молишься. Кто-то может сказать, что он знает Бога, знает Всевышнего. Я не могу это сказать. Так что мы делаем? Как я знаю, что когда я молюсь, и я думаю, что молюсь перед Богом, на самом деле, не дай Бог, я молюсь перед какого-то иду. Это одна из причин, почему в синагоге мы не держим ни в коем случае, есть такое правило, нельзя держать в синагоге, в молельном доме, в комнате, где мы молимся, держать портреты людей. Неважно, какие они были, гениальные родины и праведники, и какая у них длинная белая борода, их фотографии не могут быть вместо молитвы. Потому что действительно есть риск, если я молюсь перед Богом, я должен знать, кто является Богом. Но я не могу знать этого, хотя, как кажется сейчас, из этого как легко потеряться и начинаться молиться к кем-то другим. Где мы, например, это видим? В христианстве. Христианцы в основном не молятся к Богу, а молятся к кому? Святым людям. Молятся Иисусу, не к самому Богу. В иудаизме это не работает, ты не можешь там. Молятся только перед все вышли. Как тогда решить этот вопрос? Как уточнить, что моя молитва не служит идолопоклонству? Это сложный вопрос? Еще один вопрос. Давайте сделаем вам в жизни даже сложнее. Не бойтесь, после конца урока мы все захотим практиковать и молиться, и наша молитва станет гораздо более осознанной и мощной и сильной. Но для того, чтобы туда попасть, надо задавать сложный вопрос. не бояться вопросов. Что еще является молитва? Молитва, на самом деле, это большая наглость перед Всевышним. Почему? Я иду ко Всевышним, понимая, что я не знаю все, я не вижу большую картину, и я все равно иду командовать Богу. Смотри, здесь не убрано, здесь нехорошо, здесь недостаточно, вот этот здесь не надо. Что я в ресторане, и я командую перед официантом? Я не понимаю. Как я могу вообще, откуда мне такая наглость прийти перед Богом и так говорить? А Всевышний как будто это не знает. Только я знаю, и из-за этого я молюсь, чтобы сказать Богу, что не так. Я стал критик. Критик и работа Всевышнего. Не дай Бог. Ну так может казаться. А как я знаю, что я прав? Кто-то заболел, я начинаю молиться Всевышним. Всевышний дай здоровье этому человеку. А как я знаю, может быть это болезнь, это самое лучшее, что может происходить с этим человеком на данный момент? Откуда мне знать? Откуда мне знать? То есть я как будто сую свой нос. Не в своем деле. Я не понимаю. Я вижу пол работы. И веду себя как будто я знаю уже все. Женщина не может рожать. У мужчины проблемы, он не может иметь детей. Я молюсь за них. Я молюсь за них. Куда я знаю. Может быть лучше с сынами, чтобы у них не было своих детей. Может быть они должны усыновить. Может быть если они будут родители, они будут плохими родителями. Может быть их ДНК, если совместно будут рождаться большие проблемы у детей дальше. Я не знаю. Я не знаю, почему на данный момент у кого-то не могут быть детей. Я молюсь за них. А кто сказал, что это лучшее для них или для мира? Никто. Я этого не знаю. Из этого еще раз мы говорим о большой наглости здесь. Большая наглость. И из этого если суммировать, у нас есть три сложности с молитвой. Давайте посмотрим. Во-первых, человек не знает перед кем он молится. Не по-настоящему. Это раз. Молиться кажется, что это большая наглость. Большая-большая наглость. Молиться. Как будто я командую перед Богом. Это два. И три. А как я знаю, что спрашивать? Как я знаю, что моя просьба на самом деле она не просто легитимная. Что она на самом деле действительно принесет благословение в этот мир. Как я знаю, что моя просьба на самом деле не сделает только хуже всем. Я не могу этого знать. Что делать тогда с молитвой? И кажется, что то, что я чувствую, что у меня что-то не хватает. Меня что-то не устраивает в моей жизни. Это недостаточная причина обратиться к Богу. Потому что Всевышний создал так мир и дал нам все возможности, все инструменты, все знания для того, чтобы мы могли сами добивать все, что нам необходимо от этого мира. С помощью того, что мы изучаем, использовать правильно силу природы и ресурсы, которые есть в природе. И все, что есть в этом мире для того, чтобы мы действительно могли жить в этой реальности. Из этой точки зрения, к тому, чтобы у нас было топливо. Слава Богу, большое благословение Европы, что они решили, что ядерная энергия и энергия от газа будет считаться чистой энергией. И, может быть, это тоже поможет нести обратно в норму цены, которые мы за них платим на Даймонд в Европе за отопление. То, что мы видим с точки зрения болезней и как наука двигает вперед тому, что мы можем жить так долго и мы можем лечить невероятные болезни, которые, кажется, что когда-то никакой шанс победить и так далее. То есть, все, что мы сказали до сих пор, начало нашего урока показывает о том, что молитва нелогичная. Что молитва не в нашей природе, абсолютно в нашей природе. И на самом деле, если подумать об этом, я вырос в религиозной среде, в религиозной школе. И там нас в основном учили и показывали, что молитва – это абсолютно природная часть нашей природы. Но, несмотря на это, утром встать достаточно рано для того, чтобы помолиться очень сложно. Начаешь молиться, ищешь как можно молиться побыстрее. Есть такой анекдот, несколько лет назад. Один еврей его берет в суд, не еврей, что-то там они не могли поделить. И стоят перед судом, суд идет, идет, идет. В какой-то момент этот еврей начал давать невероятные объяснения и ответы. И рациональные объяснения, почему он прав, а тот не еврей не прав. И суд решил в еврей как феврорит. После того, что закончился суд, этот еврей выиграл суд, подошли к человеку, все-таки это была среда антисемитская и так далее. «Как ты выиграл? Не может быть?» И еврей этот говорит, послушай, тот не еврей, который с кем я судился, у него нету так много свободного времени, как у меня. Он не молится три раза в день. То есть, другими словами, тот еврей молится три раза в день, у него есть три раза в день подумать, что ему надо ответить или какие доказания надо привести перед судом. Еврей так не молится, из-за этого нету времени, потому что он постоянно занят, он постоянно работает. То есть, это действительно борьба, что во время молитвы остается в фокусе о молитве, не начинать думать о всем угодно, кроме самой молитвы. И, как я сказал, несмотря на то, что во время молитвы кажется, что это очень универсальная идея, и во всех религиях есть, аспект молитвы в той или иной конститенции, как сказать, порядком, какая-то медитация, мантра и так далее. Но на самом деле, как мы сказали, например, христиане будут молиться к своим святым мартирам Иисусу. Мусульмане, например, верно, в мечети, их молитва, на самом деле, это анонс о их вере. Типа то, что мы делаем, когда мы говорим слова «Шма Исраин». Но сейчас большой молитвы им нельзя спрашивать ничего для себя. То есть, если мусульман хочет молиться для себя, что-то ему нужно, он должен отойти в сторону и лично спрашивать от Бога. Потому что в самой молитве это непринято, это как будто неправильно, это без уважения во время самой молитвы спрашивать что-то ради себя. Если мы говорим о физичества, тоже ты не идешь к главному Богу, к хаосу, да, или к тот, кто создал всех остальных богов, у тебя нет с ним диалог. С кем у тебя есть диалог? С те силы, те боги, которые они в низкий уровень божества, верно, они низко в пантеон богов. И каждый отвечает за что-то определенное, и ты обращаешься за определенный вопрос к определенному божеству. То же самое, как у нас в мире, на самом деле, не надо что-то для здоровья. Я иду к врачу, у меня нет что-то с финансами, я иду в банк, к банкиру, мне надо подписать какой-то договор, я иду к юристу и так далее. Я не иду к президенту за все эти вопросы. Из-за этого тоже, из точки зрения нашей натуры, в нашей природе, до Торы и тем более, даже очень логично работать с пантеон богов, потому что так человечество работает. Хотя кажется, из-за этого молиться перед Всевышним, говорить с Ним, как мы уже видели, это не совсем природно и не совсем логично, и еще много-много проблем у нас есть с этой идеей идти и молиться перед Всевышним. Все, что мы сказали в начале. Перед тем, как мы продолжим к ответам, как мы начнем искать ответы, пришло наше время заняться чуть-чуть с историей молитвы. Откуда идея вообще молитвы выросла, кто были первые, кто начали молиться, и откуда все, откуда ноги молитвы растут. Относительно надо знать, что идея молитвы, как духовная работа, это что-то новое, относительно. Что я имею ввиду? Надо понять, что первичные пути работы перед Всевышним или перед каких-то сил или божества, была не молитва, а была жертва приношения. Это была база духовной работы. Я хочу какие-то отношения с неким божеством или некой высшей силой. Это не молитва. Что мне помогает? Жертва приношения. В Медраж мудрецы нам говорят, что первый, кто нес жертва приношения перед Богом, был Адам. Адам. Дальше его сыновья и Кайнебель. Мы видим, что они тоже приносят жертва приношения перед Богом. И это была база работа перед Всевышним, перед любое божество, когда мы говорим не о монотеизме, а о пансионах богов и так далее. Почему? Потому что если Всевышний, если какое-то божество, если какая-то высшая сила дала мне все, что у меня есть, логично, что хоть немного я даю как будто обратно. В знак благодарности. Есть в этом некая логика. Особенно в древних времен я понимаю, что в наше время мы модерные люди. И не дай Бог, может даже кто-то уже постмодернический человек здесь среди нас. И из-за этого это будет дико звучать, жертвоприношение. Молитва гораздо более гуманна. И даже это уже не совсем звучит правильно. А жертвоприношение звучит ужасно. Но на самом деле, если подумать об этом, это абсолютно логичная работа. То есть до той степени даже, что так много народу, для них самое мощное жертвоприношение было жертвоприношение людей. И надо понять, что много раз жертвоприношение людей, люди, которые несли жертвоприношение, были волонтеры, которые были рады этого сделать, пожертвовать себя. То есть много раз в разной культуре, когда несли жертвоприношение человека, это не кого-то в плен и у него нет выбора. Мне наоборот, это была честь стать жертвой перед определенным божеством. И это верно, что молитва, наша молитва, помните, что это молитва? Это Амида, эти 18 или 19 благословения. Это индивидуальная молитва. Это действительно, что ее мудрецы собрали и написали, в том числе, заменить жертвоприношение, потому что храм в Иерусалим был разрушен. И в иудаизме нельзя принесить жертвоприношение, кроме как на храмовой горе. Евреям этого нельзя. Неевреи могут и сегодня принесить жертвоприношение перед Богом. Могут в любом месте, кстати. Но еврею это нельзя. Еврея обязана это делать только в Иерусалиме на храмовой горе. И больше мы не могли. Примерно почти 2000 лет назад второй храм перестал существовать. Несколько раз в истории почти построили храм и несколько раз в истории после разрушения второго храма смогли принести еще раз на короткий срок жертвоприношение на этом месте. Но, в общем, в целом стало невозможно, и мудрецы собрали молитву о медайте 18 или 19 благословения и сказали, что это будет заменять работа жертвоприношения перед Богом. И надо понять, что жертвоприношение должно приносить нахатуах или душевный покой Всевышнему. Другими словами, жертвоприношение в храм был некий знак тому, что мир выглядит и ведет себя в том русле той идеи, которую Всевышний хочет. Тем этим есть какой-то покой души для Всевышний, нахат руах, из-за этого также нахат руах. А если буквально от иврита можно тоже понять, как руах, как дух Всевышний приземляется и находится среди нас через, можно сказать, та станция, которая в ней может приземлиться духа этого отца. Да, это в Иерусалим, в храм, на храмовой горе. И идея жертвоприношения была помочь или повлиять на то, что мир продолжал существовать. Не менять мир, не улучшить мир. Представьте себе, у вас есть какая-то очень хорошая машина или какая-то аппаратура, и надо периодически добавлять масло между шестеренки и колес и так далее, для того, чтобы машина продолжала работать, как изначально должна была. В машине-то правильно, в велосипед, в многие механики. Есть такой момент, мне надо добавить масло, для того, чтобы все продолжало работать, чтобы не были никакие вмешательства. То же самое, идея жертвоприношения была такая, чтобы не было никакие вмешательства, чтобы все продолжало работать, как было когда-то, так, чтобы было навсегда. Молитва, сама молитва, молитва указывает о изменении, потому что мы молимся, мы обращаемся к Богу, для того, чтобы Бог менял что-то в этом мире. То есть молитва несет с собой трансформацию, революцию, прогресс. Сейчас эта молитва, это то, что молитва несет с собой. Жертвоприношение, наоборот, держит базу, чтобы то, что было, то, что будет, что все работало, чтобы ничего не менялось и так далее. Из-за этого молитва была тоже, когда были жертвоприношения, но эта молитва не была та молитва, которой молимся сегодня, и не все молились, и не молились постоянно. Молитва стала постоянной, именно когда жертвоприношения остановились, и молитва взяла их место. И с этого момента мудрецы сказали, окей, сколько были постоянных жертвоприношений в Иерусалиме, и теперь их нет, на этом месте мы будем добавлять молитву. И с тех пор есть эти три молитвы в день, которые весь народ практикует. И действительно, в Тории мы видим, что когда мы видим молитву, в основном молитва связана с пророком. Пророк – это тот, кто молится. И это не распространенная практика молиться. Это в определенные моменты. Если ты в большой беде, ты кричишь Богу, это мольба перед Богом, но это не молитва. И сама молитва, ты видишь, например, что-то происходит там, и Всевышний говорит кому-то человеку, сделай ты так-то и так-то, исправь свои действия, и иди там к Аврааму, иди к какому-то пророку, и он сможет за тебя молиться, потому что он пророк. И это логично, потому что в пророке есть личное отношение со Всевышним, пророк, скорее всего, знает, перед кем он молится, и есть смысл в молитве, есть сила в молитве, пророк молится. Из-за этого мы видим, что даже Кайн и Эбель, они не молятся перед Богом, у них что-то не получилось, они даже не думают о молитве как о функции связи со Всевышним. Мудрецы говорят нам, что база наших молитв, кто был основателем молитвы, были наши працы. Авраам Ицхак Яков, Авраам Патриарх, Авраам Авину, был основателем утренней молитвы. Ицхак, дневной молитвы Яков, вечерней молитвы. И надо понять, что это не буквально та молитва, о которой мы молимся, потому что де-факто мы молимся ту же самую молитву. Та молитва Амеда, эти 18 или 19 благословения дневные, которые мы молимся каждый день, это тоже самый порядок благословения три раза в день. Что имеется в виду, что они сделали, потому что еще до них наверняка люди молились, обращались к Богу, к Высшей силе. Имеется в виду, что наши праотцы смогли создать какой-то духовный туннель, который поможет нам, нашей Души, связаться со Всевышним. Утренний туннель, дневной туннель, вечерний туннель. Они создали три пути связаться со Всевышним, для того, чтобы разные части нашей Души смогли связаться с Богом. Разные уровни нашей созданности и разные уровни нашего существования смогли объединяться со Всевышним через молитву. Это то, что Абрамин и Саакьяков создали для нас. И внутри этой базы, этот фундамент, который они создали для молитвы, на этой базе уже мудрецы потом выстроили те благословения, которые мы сегодня называем молитвой. И действительно интересно, что задается вопрос, например, почему все праматери наши не могли рожать? У них не было матка. И должно было происходить чудо для того, чтобы они могли рожать. Сара Матриах не могла рожать до очень старшего возраста. Помните историю? Ривка не могла долго забеременеть. У Рахели Леа, жены Якова, у Леи не были проблемы. Рахель не могла никак забеременеть. Очень долго. И мудрецы нам говорят, это потому, что Всевышний так хотел, чтобы они так любят молитвы праведников. Из-за этого у этих праведников, наши працы и пра-матери, была такая сложная жизнь. Потому что, что праведник делает? Он оправдает все, что есть в этом мире. А, сейчас плохо. Это и тоже хорошо. Другими словами, несмотря на то, что праведник, может быть, мог повлиять духовно на этот мир, только ради себя он бы ничего не спрашивал, и он бы не молился, и бы не поменял реальность. Из-за этого очень много раз мы видим в истории, в ТОГИ, что в больших праведниках большие сложности и большие вызовы, которые Всевышний создает в их жизни, для того, чтобы их пробудить к молитве. Потому что их молитва есть сила, есть смысл. Они понимают, перед кем они молятся. Но надо их пробудить к этой молитве. И теперь мы, наконец-то, начинаем доходить к ответу на вопросы, которые мы задали в начале урока. Надеюсь, что я вас не потерял, не всех вижу. Некоторые, только ваши имена, вы без камеры, но надеюсь, что я вас не потерял до сих пор. Ответы на наши вопросы, сложности вообще концепции молитвы, после того, чтобы мы тоже поняли чуть-чуть историю молитвы, это именно начинается с понимания, что молитва изначально это инструмент в руках пророка. Пророк знает, перед кем он говорит, он говорит перед Всевышним, у него есть личная связь с Богом. И из-за этого, так как Всевышний обращается напрямую к пророку, и пророк получает напрямую слова Бога, слова Всевышнего, он также может и ответить обратно. Пророк также точно знает, что не хватает в этом мире для народа, для людей. Из-за этого его просьба перед Всевышним будет правильной просьбой. И он это не делает для себя, то есть здесь тоже нету наглости. Из-за этого изначально молитва это инструмент пророка. И так мы всегда это видим. Я не буду сейчас приводить вам все примеры, есть очень много примеров. о Ноя, о Кайнебель, о Моисея, и о многих других величайших людей, мужчин и женщин в Тори, и идея молитвы. Но, еще раз, мы не хотим здесь сейчас сидеть 2-3 часа, мы пытаемся как-то все сжать в один вечер, из-за этого я пропущу эти примеры. Где мы, да, мы видим, что есть молитва, в которой не участвуют много людей, или весь народ, это очень редкие моменты, как, например, у горы Синай в момент дарования Тори. Или после того, что храм на храмовой горе в Иерусалиме построен, после того, что царь Соломон строит храм, три раза в год народ Израиль собирается в Иерусалиме и все молятся вместе. Но кроме этого, в основном молитва это инструмент в руках пророка. Если это так, тогда я вам обещал ответ, но если, на то, что я только что сказал, добавляет еще одну проблему. Потому что я и ты, никто из нас не является пророком. Тем более мы не можем молиться. Дополитная проблема ко всем вопросам и сложности с молитвой, которую мы подняли в начале урока. Из-за этого, если я не пророк, почему, чтобы моей молитвой был вообще какой-то толп? Если я не пророк, я не только что понимаю, как я истаю, я не уверен, что я спрашиваю, что я могу делать. И ответ он также находится в истории молитвы. Что я имею в виду? Написано в трактат Мегила, в Талмуде следующий. Меа веесрым скинин, што двадцать старцов, нудрецов, и ваеем каманы веим, и среди них, в том числе, некоторые пророки, пикну шмона эсерам рахот, исправили, написали, создали восемнадцать благословений, которые мы называем молитва. Филатами, да, восемнадцать, которая в итоге стала девятнадцать, это еще другая история. Второй храм, уже стоит в Иерусалиме, мы доходим к, можно сказать, последней, последней поколении, в нем есть пророки среди народа Исаиля. И эти пророки понимают, что вот-вот и пророчество закончится, и перестанет в этом мире. И именно из-за этого, так как они, скорее всего, последние пророки на много лет вперед, есть страх, есть опасность, что этот канал обращения ко Всевышнему, которое называется молитва, будет утерян. И из-за этого эти сто двадцать старцов, мудрецов, из них восемьдесят три человека были пророки на разных уровнях, сели вместе и создали тот порядок, который называем сегодняшней молитвой. Мы это видим в Иерусалимской Тальмуде, где это написано. И вокруг этой молитвы уже добавили дополнительные просьбы, псалмы и так далее. И дали, можно сказать, костяк для молитвы, который потом еще дополнялся для будущих поколений, когда уже пророчества не будет. То есть даже если я не пророк, но я потомок пророков, и пророки создали для меня инструмент, который через него я могу пробудить пророчество, могу пробудить тот канал пророков ко Всевышнему. За счет этого именно так важно использовать правильный порядок молитвы. Из-за этого, если я беру молитвенник, надо взять молитвенник, который, я знаю, что идет с наших мудрецов. Так что если сегодня кто-то хочет взять какой-то модернный седур, реформистский седур, это проблема. Почему? Потому что сидели люди, которые не являются пророки, и только потому, что из их точки зрения нравственность, гуманизм или что-нибудь, еще они решили, что они меняют те или другие слова или порядки в молитве. Это убрать нерелевантно. Давай добавим что-то релевантно. Но так как они не пророки, они на самом деле испортили инструмент пророков. И такой молитвенник, действительно, скорее всего, там нет никакого смысла, никакая сила. Это просто слова, которые то же самое, как молиться. Возьмите, читайте Чехов, не знаю, Пушкина, и пусть это будет ваша молитвенник. Красивые слова, которые не являются инструментом пророка. Из-за этого да, важно взять седу, который сегодня мы будем называть ортодоксальный седу. И неважно, ашкеназ, ашкеназ, сфард, сфарда, хасидский седу, хасидский седу и так далее. И несмотря на то, что когда мы молимся, это как будто, как сказать, я не держу оружие настоящее, а я практикую с неживым оружием, все равно это пробуждает хоть что-то. Даже если не идет через меня, через молитвы, через этот канал, инструмент, не идет невероятный поток воды, но хоть чуть-чуть влага пройдет через него. И это, хоть вот это немного, даже в этом есть большая сила, которую мы практикуем. Из-за этого важно практиковать молитву, потому что через нее мы пробуждаем хоть немного пророчества. И действительно, как мудрецы сказали, пророки в наше время, к сожалению, нет. Мы ждем, чтобы пророчество вернулось. И как мудрецы говорили, и это написано в Шухана Рух, что только, как сказать, как пророк знает, что он пророк, он знает только после первого пророчества человек знает, что он пророк. Да, по-другому, если ты не получал пророчество, значит, ты не пророк. Окей? Но молитва, это самая консакция. It's the next best thing. Пока мы не пророки, пока у нас нет пророков среди нас, молитва, это лучшее, что у нас есть, лучший инструмент, который у нас есть на место работы пророка, как тот, который будет молиться за нас, будет учить нас, молиться и так далее. Нету этой функции, мы ее наполняем с помощью нашей молитвы. Из-за этого молитва наша, на самом деле, очень-очень-очень важная. И действительно, несмотря на то, что пророчество остановилось, мудрость пророков продолжается через мудрость кабалы. Через мудрость кабалы. Помните, мы говорили об этом в нашем уроке введения в кабалу или на других занятиях тоже, что мудроцы кабалы, на самом деле, что они приняли, что они получили, получили мудрость пророков. Именно из-за этого настоящие мудроцы кабалы очень сильно вложились в молитву и раскрывали, раскрывали секреты пророков в нашей молитве. Они показывают, насколько кодированная молитва и сколько в ней есть намеки на высшие силы и на духовных миров и святые имена и как молитва работает и как она влияет. И несмотря на то, что я такой маленький не являюсь пророком и я не какой-то там гениальный, не знаю, праведник и святой человек, несмотря на все это, в моей молитве есть настоящая сила влиять. Есть настоящая сила влиять. Из-за этого так важен в том числе мудрость кабалы в нашей жизни. Написано в Тальмуд в трактат Брахот на пятой странице есть история о величайшем раввин Ханина Бендоса. Ханина Бендоса, который считал, что его молитва всегда принимается и он умел правильно молиться за больных. Кто-то пришел к нему и сказал, послушай, такой-то и такой-то болеет. Он о нем думал, помолиться и сказал, вот этот и этот не умрет. И люди потом ему задавали, а как ты знаешь, что он не умрет? Что ты пророк? Может быть, пророчество вернулось наконец-то? Он сказал, нет, я не пророк. Но я я принял от своих учителей. Другими словами, я изучал кабала у своих учителя. Из-за этого я умею молиться. Я знаю состояние больного. И тогда я знаю, понимаю, если моя молитва была принята или нет. Из-за этого мудрецы кабалы, помните, мы сказали, что мудрец кабалы называется мекубаль, а не кабалист или что-нибудь еще. Потому что мекубаль это тот, кто принят. Мудрец кабалы тот, кто принят перед Всевышним. Через молитвы, потому что в сегодняшний мир лучше, кто умеет использовать этот невероятный инструмент пророков, будет мудрец кабалы. Но даже если я не мудрец кабалы. Но я понимаю суть молитвы. Я знаю то, что мы изучали сегодня. Я вкладываюсь в этой молитве хоть немного, с правильным намерением, используем правильную книгу и так далее. В моей молитве есть огромное, сильно влиять, потому что это не то, что я влияю на Бога и говорю ему, что делать. Сам Всевышний хочет, чтобы здесь был рай. Я всего лишь беру свои желания и желания человечества и говорю Всевышнему, наше желание это тоже ваше желание. Мы тоже хотим то, что Всевышний хочет. Тем этим мы активируем тот поток, который изначально уже ждет зайти к нам. Молитва открывает окошечко для того, чтобы этот поток зашел в этот мир. Это значит, что мы влияем. Это не то, что мы по-настоящему влияем на Бога. Но как система устроена в этом мире, как Всевышний создал этот мир, это в том, что наше участие влияет на получение. То есть то, что мне что-то дали, это не значит, что это получил. Когда отец и мать, например, кидают каждую весе деньги в банк, закрытый счет для детей до 18 лет. Есть такая практика тоже здесь есть. Я дал эти деньги ребенку, верно? Но он их пока не получил. Он их получит только, когда ему станет 18. Понятно? Я уже дал, но он не получил. Всевышний уже дал, но чтобы я получил, надо мне что-то сделать. Что я могу делать? Этот инструмент, который мудрецы, а точнее пророки нам подарили, нам оставили в наследии, это молитва. И молитва влияет на наше получение. Для того, чтобы мы получили, мы должны сказать Всевышний, я осознал, что мне не хватает. Я осознал, что Всевышний хочет мне это дать. Я понимаю, почему я хочу получить, ради чего, для чего. Тем этим я активирую получение того, что уже изначально было мне дано с начала всех времен. Это понятно? Настолько молитва это мощный момент. И важно его правильно делать. И важно сделать усилие и зайти в моленный дом, если есть меня, молиться в меня, открыть книгу, читать ее, попробовать понимать. И даже если начинать с какой-то минимум. Мы сказали, сама молитва это молитва Амида. Это всего лишь 18 благословений. Это возьмет вам 10 минут максимум, если вы медленно читаете. То есть если я еще не молюсь, хоть это делать каждый день, начинать с тем, что мы сейчас объяснили, взять потом еще время и слышать предыдущие наши уроки о молитве. Вау, мы можем поменять наше представление о реальность, наше представление о мире, тем этим приготовить себя как получателем и получить наконец-то все, что Всевышний хочет мне дать. Надо понять, что много раз говорят, что молитва, кто-то ее чувствует, кто-то должен пойти через какие-то чувства, сегодня какие-то кактусы пить или какие-то наркотики принимать, или алкоголь. И есть люди, которые чувствуют, есть люди, которые не чувствуют. Кто-то зашел в молитву, вау, я прочувствовал, меня пробило, кто-то скажет, я ничего не чувствую, больше не буду ходить. Это проблема так думать. И как говорит запольский, мета, как он это называет, мета, мета-духовное мышление. Это не то, что есть религиозный человек, или духом человек, он другой чем всех других людей. Да, есть homo sapiens, и следующий, в эволюции человека стал religious sapiens. Или homo religious. Homo sapiens был, да, и homo sapiens от него уже выше, это homo religious. Нет. 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 Абсолютно нет. Ощущение религиозное, затем какую-то экстазу и так далее, это в основном отговорки для в кавычках нерелигиозной люди даже не пробовать и не взять эту ответственность на себя и не взять эту практику на себя. Если кто-то чувствует и кто-то не это я, я не чувствую, что от меня хочется. Если я бы чувствовал, я тоже бы делал. То есть я убегаю от ответственности, я убегаю от того, чтобы попробовать, понять, вложиться. И об этом я думаю, я как-то с вами делился урок от Мори Стретин, который об этом так говорит, что кто-то из его ученики пишет «Вау, какой праздник у меня был, душа пела, покой души, я чувствовал себя в ином мире». И от Мори Стретин ему отвечает «Молодец, я так рад за тебя!» Но ни в коем случае не смей строить твою духовную работу и твои отношения со Всевышним на таких ощущениях. Потому что вчера прочувствовала, завтра нет. Если ты будешь строить твою духовную работу и твои отношения со Всевышним только на такие моменты «Хай», не дай Бог, можно или стать наркоманом, не дай Бог, или от всего отказаться, от всего отойти. Это не баланс, это не ты тираж весь смысл молитвы, весь смысл своей отношения со Всевышним. Теперь, я уже напомнил за польского. Люди, которые нерелигиозные, люди, которые смотрят на религию с глазами модерны, у них есть четыре основные мысли, которые с ними атакуют или критикуют идеи молитвы или идеи духовной или религиозной жизни. И первое, что они скажут, что вообще религиозные чувства и ощущения молитвы, какая-то экстаза и так далее, это всего лишь выражение неспокойного душевного состояния или психологического состояния, какое-то определенное метамышление. Например, у человека есть не дай Бог какая-то болезнь или какая-то большая проблема у него в сердце, у него в жизни есть какое-то невероятное горе и горечь и за счет этого огромное вожделение и желание и жажда получить то, что у него не хватает, что у него нет, то, что у него отсутствует. И это выражать у него через молитвы, через какого-то экстаза, через какое-то обращение ко Всевышнему. Другая мысль, которую скажут академики, то есть люди, которые смотрят на религию со стороны или сверху, скажут, что молитва человека или религиозная жизнь человека, ее основа это гильд, это чувство вины, которое есть у человека. То есть я грешник, я грешил, я делал ошибку, и это меня, то есть я делал что-то неморальное, и это меня ведет в какой-то религиозной жизни, какой-то молитвы, стоить перед Богом, спрашивать прощение и так далее, но если это так, скажут эти ученые, это то же самое, как пойти к психологу или хорошему другу и поговорить с ним или с ней. Третье, кто-то скажет, что это чисто религиозное ощущение, молитва, экстаза, это параллели, это то же самое, как получить такие же ощущения от искусства, от эстетики, да, то есть, что не только молитва или религиозная жизнь, но также любая эстетика и любая красота может вести человека к катарзис, да, на латыни, точнее на греческом языке, катарзис, то есть какое-то очищение, духовное или душевное очищение. Другими словами, и опера, в опере или в каком-то театре, якобы, из этой точки тоже может дойти к тому, что молитва или религиозная жизнь тебя туда ведет. И четвертая мысль или критика о молитве, о религиозной жизни, о верующей жизни, это то, что человек встречается с Богом или хочет встречаться с Богом, идет к молитве и живет религиозной жизнью за счет страх, паника, страх, сомнение в своем существовании в этом мире. От страх смерти, от страх неважности, от точки того, что я ничего не знаю, ничего не точно, я ни в чего не могу быть уверен, из этого я ищу Всевышний. Есть такая мысль тоже, которую ученые будут так атаковать молитву и религиозную жизнь в общем и в целом. И эти четыре проблемы, они действительно параллельны к первичной проблеме, которую мы подняли в начале нашего урока. Например, в том, что я не знаю, перед кем я молюсь, как знать, что моя молитва это не идолопоклонство, и то, что молитва может казаться как большая наглость, или как я знаю, что то, что я спрашиваю, действительно является хорошим, а не что-то, которое сделает все только хуже. И надо понять, что ответы на все этого есть. был такой ученый Рудольф Отто, у него есть книга «Святость». И там он приводит пример о молитве Коль Нидрей в юдаизме. Коль Нидрей – это вечер накануне Йом-Кипур. Это одно из моментов, в котором все синагоги просто переполнили людьми. И он говорит, что это как раз пример, религиозное ощущение или experience религиозный. Но, можно было сказать, что он прав, но, почему я говорю «Во-первых, Коль Нидрей на самом деле мы не молимся, а мы читаем и мы описаем некий процесс, как сказать, судебный процесс на самом деле, а не молитва. То есть сам Коль Нидрей это по-настоящему не молитва. А во-вторых, например, были сефардские общины, в основном в Северной Африке, которые не читали Коль Нидрей накануне Йом-Кипу, чтобы вы знали. Большинство евреев это делают, особенно в наше время, но долгие лет, долгие поколения северно-африканские евреи не читали Коль Нидрей. Это не зашло в их молитву, потому что, еще раз, это не молитва. И в древних времен мудрецы, у кого было время, брали час, иногда несколько часов перед молитвой, чтобы войти в правильное мышление и образ мышления и в дух для того, чтобы их молитва была, был смысл. Мы, если мы возьмем несколько минут для этого, это уже хорошо. и все равно в молитве есть смысл, есть сила. Вот так, бархат, мудрецы нас учат о том, что надо молиться буквально ковид-рожь с тяжелой головы, то есть серьезно относиться к молитве. Есть вопрос, что значит серьезно молиться. Так, большие мудрецы, которые готовились часами, к каждой молитве, Но для нас, для вас и для меня, как мы можем молиться правильно? Как мы можем правильно готовиться к молитве? Что делать? Что делать? Есть разные объяснения и разные диалоги, которые Тальмуд приводит о молитве. Мы не будем их сейчас читать, потому что может быть это будет отдельный урок как-то, но мы уже говорим очень долго, я не хочу вас держать слишком долго. Но все суммируется в очень важный ответ. Надо понять, что молитва на еврейском слово тфила. И много раз разных раввиновам скажут тфила от слова тафель. Тафель это безвкусный. И скажут, что тфила от слова тафель. Почему? Потому что тфила, молитва, без души, без осознанности, без намерения, это как тело без души, это как еда без спецов. То есть оно бессмысленное, безвкусное. Но это на самом деле неправда. Почему? Потому что молитва на еврейском тфила это от корень на еврейском пей ламед ламин или от слова плелим. Плелим это аспект в суде. Это судебный процесс. Мы это видим в Торе, в книге Шмот, в 21 главе. Мы это видим также у пророка Шмуэль. Например, написано то есть пилел или пей ламед ламед означает судебный процесс или суд. Когда мы проходим через суд. Что это значит для нас? Что тфила в это почему? Но тем этим даже если ничего не понимают они значат, что не надо молиться наоборот. Даже если немного знают, даже всего лишь слышал о молитве то, что мы обсудили сегодня, уже смысл практиковать молитву за счет того, что мы сказали. А что делать? Надо понять следующее. Тальмуд говорит, взор мы это находим. Готовиться к молитве мы должны объединить две ощущения или два взгляда на жизнь, на себя, на Всевышний. Радость и благоговение и трепет. И это сложный момент, хотя так это звучит. Радость, радоваться, петь, веселиться, это кажется одно. Благоговение и трепет кажется, что это больше намекает на страх, на серьезность, на тяжесть. Как я объединяю благоговение и трепет с радостью? Это я могу делать только когда я стою перед Всевышним, когда я понимаю, что Всевышний создал оба. Когда Всевышний создал все. Когда я понимаю, что все приходит от одного Всевышнего. Я понимаю, принимаю то, что мы называем монотеизмом. здесь еще раз я напомню о уроке, о котором мы читали о 13 принципах веры в иудаизме. С этим пониманием я могу также понять, что и благоговение и трепет перед Всевышним это перед одного, потому что все от творца. Из этой точки зрения привести нам более конкретный пример то, что мы можем ощущать перед нашими родителями. Потому что родители нам дали все, но также они научили все и защищали нас и так далее. Из этого самое настоящее ощущение дитё перед родителей, чтобы была и любовь, которая несет с собой радость и счастье, но также благоговение и трепет, уважение за счет весь этот комплекс, который я получил от своих родителей, дай бог. Обратно к молитве, если я все получил от творца, я могу во время молитвы прийти перед Всевышним и с благоговением и трепет, и с любви и радости. Даже если я не понимаю каждый нюанс в молитве, каждое слово, и не знаю все секреты кабалы в молитве, цель наша готовиться к молитве это дойти к состоянию этой радости и благоговение и трепет перед Богом. Если хоть чуть-чуть, хоть на секунду это прочувствовал, я уже в хорошем месте. Я уже присоединимся к аспекту пророчества, которое скрывается за слова молитвы. кому-то легче к этой радости подключиться, кому-то легче к благоговению и трепет, но нам надо оба. Понять, что молитва это не ты обязан, если ты не будешь молиться, ну-ну-ну, и будет плохо, и ты будешь наказан, и все плохо. Нельзя молиться только от страха. Не просто от безответственности «Все хорошо», и прийти обкуран, или пьян, молиться, тоже нельзя. Для того, чтобы этот инструмент поработал, дойти и дотронуть вот эту силу пророчества, это помнить всегда, пытаться пробудить в себе радость и параллельно благоговение и трепет перед Всевышним. Когда ты идешь в природу и видишь вдруг что-то невероятное «Вау!» Забыл даже дышать. И вдруг понимаешь, какой ты маленький, какой ты малюсик, но также ты наполняешься с любви от этой красоты невероятный момент, но это не от природы, это на самом деле от Всевышнего. И будет хорошо стремиться пробудить вот этот микс ощущение во время нашей молитвы, подумать, что может мне помочь подготовиться перед молитвой к этому. И даже если я еще не молюсь всю молитву полностью, хотя начинать молитвами, да, то, что есть сама молитва, молиться с пониманием, что мы сделаем за счет того, что мы изучали сегодня. И из-за этого говорят радуйтесь с трепетом, как мы радуемся с трепетом, из-за этого мы это видим, что молитва для нас, это не только сама молитва Амиды, а есть много то, что мы читаем до Амиды, и то, что мы читаем после Амиды, для чего все этого. В начале молитвы у нас есть жертвоприношение для того, чтобы пробудить благоговение и трепет перед Богом. Вся идея, что мы читаем жертвоприношение в начале молитвы, это для того, чтобы помочь пробудить благоговение и трепет. Для того, чтобы пробудить понимание, что надо исправить этот мир, что этот мир еще не исправлен до конца. После жертвоприношения, что мы читаем? Псалны Давида. псалмы, если ты их читаешь, вся эта красота, все эти невероятные слова пробуждают на самом деле большую радость. Большую радость. Молитва Шма Исраэля после псалмов, благословение Шма Исраэля и Сама Шма Исраэля объединяет эти две концепции. Благоговение, трепет, жертвоприношение и радость псалмов. Это объединяется во время Шма Исраэля. И тогда я готов войти в молитву. В Амиду. Из этого мудрецы создали всю эту молитву, которая кажется длинной, на самом деле она готовит нас идеально для того, чтобы зайти в Амиду. После молитвы Амиду уже следующей молитвы, так сказать, взять эту всю силу к себе и, как сказать, внедрить эту силу в нашу жизнь, взять ее с собой, но это уже другой разговор. Так что, в общем, в целом, я думаю, что мы завершили сегодняшний урок. Я много пропустил, много примеров пропустил. Из этого, если вам это не хватает, пишите мне. Кто видит эту запись, пишите в комментарии, что вам не хватало для того, чтобы мы это добавили. И если есть желание, чтобы мы зашли глубже к тому, что мы сегодня обсуждали и говорили так же, пишите мне в комментарии, пишите мне лично. И когда, может быть, мы сделаем отдельный такой мини-курс, где в нем мы зайдем глубже. И в будущем, не на следующий урок, в следующий несколько урок у нас будут другие темы, но, дай Бог, в течение года у нас будет такой же урок о молитве Шмайсраэль и о все 18, или точнее 19 благословения Амида, тоже будем с ними разбираться в течение года. Спасибо вам большое, хорошего вечера. Если вы в Латвии, завтра обрезание у моего сына в синагоге Бейт-Исраэль, на обрезание нельзя приглашать, потому что если я приглашу напрямую, вам нельзя отказаться. Если вы откажетесь, у вас будет духовная проблема и долг. Из-за этого, когда есть брит, когда есть обрезание, мы только сделаем объявление. И тогда кто-то может приходит, кто не может не приходит. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы то, что мы изучали сегодня, поднималось в честь и ради здоровья всех больных, которые на наших списках. К сожалению, есть много таких на наших списках, о которых мы молимся в нашей общине. И, конечно, если у вас есть вопросы или хотите что-то сказать или добавить, сейчас это ваше время. Шуман, спасибо большое. У меня такой вопрос. Слышно меня, да? Да, да, слышно. Пожалуйста, такой вопрос. Известно, что молиться в миньяне это самый лучший вариант. Вопрос такой, когда ты один дома, молитва, когда ты один дома, какое значение вообще? Молитва – это молитва. Пророки не ждали, чтобы у них был миньян, чтобы молиться. Но так как мы не пророки, чтобы было больше сила, в молитве миньян это дает. Но сама молитва – это индивидуальная моя работа перед Всевышним. И все равно, даже когда ты молимся один, ты добавляешь молитву ради других. Например, для исцеления или для благополучия, благосостояния. Мы добавляем имена людей. Тогда есть час молитвы, которые мудрецы решили, что без миньян ты не можешь читать. Ну, а меда – ты читаешь. Ты не можешь делать повторы меды. Но сама меда, сам эти 19 благосостояния, ты читаешь индивидуально. То есть можно, например, почитать только меду, так вот первое, что если сделать, первый шаг – это главная меда. Да. На самом деле, ты хочешь… Да, но как мы видели, что к амиде надо готовиться для того, чтобы ввести и благоговение, трепет, и любовь, и радость. И из-за этого, хотя в утром, утреннее благословение, хоть какой-то час желтоприношения прочитать, какой-то псалм прочитать, шма Исраэль хотела прочитать, и тогда амиде. И с этой точки зрения, если пока это ничего еще не молится, хотела делать амиде. Дальше, дальше очень рекомендую, и можно ко мне обратиться, или открыть уроки, которые читала молитвы в предыдущие разы, что находится у меня на Ютьюбе. И мы сядем вместе с молитвенником, и я помогу создать вот по рамке времени, который есть у человека, какой-то минимальный набор, часть молитвы по определенному порядку. Пока станет это удобно человеку, и пусть потом к этому добавляет еще и еще, пока он сможет в итоге все сделать как положено. Окей? Но если ты ничего не делаешь, хоть амиде делать, да, абсолютно. Потому что молитва – это молитва. Просто, если мы понимаем намерение, мы понимаем, что мы хотим, чтобы молитва работала максимально, и мы хотим объединить два аспекта благоговорения, трепет, и радость, и любовь, не просто так важно вот пройти через определенные разные аспекты добавки к молитве перед амидой. Окей? Ответил, Олег? Да, ответил. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов нет? Хорошо. Если нет вопросов, тогда хорошего вам вечера, если вы здесь, в наших краях. Жду вас в том числе в ближайший шаббат, шаббат ТЦВ. Напоминаю, что уже через месяц и неделя уже праздник Пурин, так что начинайте думать, какой костюм вы будете брать. уже через два месяца и неделя будем говорить уже о празднике Песах, так что смотреть чуть-чуть взгляд вверх и готовиться, смотреть на даты, готовить себя. Вот, конечно, у нас есть все, что нам надо, чтобы все делать изумительно хорошо. Все, друзья мои, до ближайшей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова